Че Бхагдюданте с вами, Прабхупады. Наше чтение этой книги подходит к концу, уже мантра 17 сегодня, всего 18 мантр. Этот материал, как вообще ведическое знание, оно выходит за пределы нашего восприятия, чувственного и даже умозрительного, как, об этом нельзя как-то догадаться, что ли, или увидеть, осязать какими-то материальными способами. И тем не менее оно воспринимаемо, когда мы слышим его как бы свыше, ну как данность, как данность, да, свыше. Например, как солнце, мы все его воспринимаем, хотя не можем объяснить ни умом, не органами нашего восприятия, но как данность, как это вот чудо, да, феномен природы воспринимаем. Но только тогда, когда оно само восходит. То есть по-другому невозможно, да, вот обнаружить солнце. Если тьма вокруг, то мы солнце не можем обнаружить какими-то вот способами материальными, обычными, например, при свете фонаря искать солнце, говорится, да, такая есть пословица. И вот таким образом ведическое знание, ну, превосходит человеческий уровень. Это божественный уровень. И передается вот на Дева Нагаре, это санскрит или язык полубогов. Так его еще говорят. Это опять же неразговорный язык сегодня. Есть два неразговорных мертвых языка. Это вот латынь, так я слышал, что тоже она хранит какую-то мудрость. И санскрит. И вот санскрит считают лингвисты, что это, ну, как бы отец или мать всех языков, именно в силу своего, как бы, объема понятий. Потому что большинство терминов, которые здесь используются в значении, ну, в санскрит, в значении санскрита, они не имеют эквивалента ни на какие языки, ни опыта, ни эквивалента, не существует. Но обозначение в санскрите есть, есть. И единственный способ понять вот значение этих терминов, если мы никогда не сталкивались с этим, значение, да, когда у нас нет эквивалента даже в опыте языков или понятий, это услышать от того, кто эти значения осознает. И вот вместе с этим звуком, вот в этом общении мы сможем получить представление о некоторых терминах. Например, нама, это имя, имя. Но нама изначально относится к понятию, к имени Бога. И в ведах говорится, что нама неотлично от нами. Нами, это носитель имени. Например, вот перед нами человек, Иван Иванович. Иван Иванович, это его имя. А он носитель этого имени. Его зовут Иван Иванович. Но у нас нет опыта, чтобы имя не отличалось от носителей имени от человека. Это разные вещи, это лишь обозначение. Человек может сменить имя, оставаясь той же самой личностью. То есть это разные вещи. Также есть название предметов. Но если я произнесу в слов название какого-то предмета, если я скажу деньги, деньги не появятся. Они отличны от названия. И в самих же ведах говорится, что нама неотлично от нами на духовном уровне. Но этому нет эквивалента и опыта. Мы не можем это показать на материальном уровне. А как же это можно показать только из сердца в сердце? То есть метод Шабда Прамана. Помните, мы говорили об этом методе Шабда Прамана в самом начале нашего чтения, когда изучали введение, именно там описывался этот метод. И этот метод означает Шрути. Нужно правильно услышать из верного источника, больше ничего. Если вы хотите понять, что такое Солнце, вы должны непосредственно, прямо посмотреть на Солнце. Получить контакт. По-другому, вряд ли возможно было это вообразить. Конечно, мы привыкли к присутствию Солнца. Но вот если мы представим воображение наше под ключем сегодня, что мы никогда не видели Солнце. Такой опыт тоже есть у некоторых живых существ. Например, ночные бабочки. Есть такой вид жизни. И также есть подземные жители. Существуют там такие существа. Они никогда не видели света Солнца. Хотя у них есть свои источники. Или мы приводили глубоководных рыб, жителей, обитателей. Тоже они никогда не выходят на свет Солнца. Опыта нет такого. Там есть другие формы освещения. Если мы живем, скажем, в подземном мире, рождены. Или как это, бабочка рождается после заката Солнца. Погибает перед восходом. И вы объясняете, что есть Солнце. И вот этот подземный житель или бабочка разумный спрашивает вас, а что такое Солнце? И вы, если имели опыт, вы говорите, это то, что заливает все вокруг. Все абсолютно. Тьмы не существует в присутствии Солнца. Нет тьмы вообще никакой. Есть яркое, ослепительное сияние. Многоцветное и прочее. Вы видите горизонты. Далее на много-много миль. Можете на десятки миль и даже больше. Если у вас хорошее зрение, ясная погода. Если у вас еще есть телескоп, вы можете посмотреть куда угодно, увидеть все при свете, все открывается. Это что же за Солнце такое? У нас опыт есть, может быть, огня или сияние какие-то фосфорических, электрических предметов, веществ, которые тоже как-то сияют, светлячки сияют тоже. Но разве есть такой опыт, чтобы какой-то один объект, небольшой на небе, вот с какой-то монету там, может быть, да, все освещает и устраняет всю тьму. А когда заходит, абсолютно темно становится, глаз выкалит. Очень трудно было бы это доказать, наверное, да, на практике. Доказать, что такое явление может существовать. Но оно существует, это факт. И это называется шрути. Шрути мы не увидим глазами, какие-то вещи. Солнце мы видим глазами, да, перед нами это чудо прямо. Необъяснимое чудо. И другие вещи тоже есть чудесные, необъяснимые перед глазами. Поэтому, говорится, шрути лучший способ услышать, например, услышать о Солнце, это больше знания дает нам, чем увидеть Солнце. И если заглянуть за пределы Солнца, вот там уже точно мы даже не видим объектов никаких. Есть уровни такие, да, уровни восприятия. Еще выше, чем Солнце. Все так же описано в Ведахе с различными измерениями. Есть также измерения Солнца. Это не совсем не все то, что мы видим, далеко не все мы видим. Если мы говорим Солнце, мы еще не все видим, что такое Солнце. Мы видим небо, но мы не видим все небо. Мы видим звезды, мы не видим все звезды. Мы не видим, как они связаны все в пространстве космическом. Все эти бесконечные, да, пространства, они связаны между собой. И, конечно, открываются торсионные поля или там какие-то ядерные процессы, какие-то, ну, такие незначительные вещи, доступные нашему опыту. И особенно люди не понимают, как действует сознание, мысль, мысль и сознание. И вот для этой цели, чтобы развить нашу способность мыслить и сознание, что выше солнечного сияния, и даются вот это шрути, веды. Чтобы могли воспринимать то, что не воспринимают глаз, или просто звук, или касание, или язык, или обычное умонастроение, опирающееся на опыт чувств. То есть, апа, рушей, значит, сверхчувственное знание. Вот Иши Панишад относится к этой так же категории. Причем у Панишады все это именно философское выражение мыслей. Философское. Есть разное выражение мыслей, есть также образное. И философия, она должна нас перевести к образу. Не к пустоте, да, что все есть пустота в итоге, а к высшему образу, это называется Иши Панишад, то есть верховная личность Бога. За всем этим стоит верховная личность Бога. Это образ. Образ, вмещающий в себя все и вся. Уже в предыдущих стихах говорилось, что человек, достигший уттама, свою мысль и сознание, поднявший на уровень уттам при помощи шрути и практики, он видит во всем верховную личность Бога и видит, что все принадлежит ему в этом мире, включая наши личные энергии, которые мы пользуемся, как ум, тело, чувства. И поэтому у него много имен, что он как чувства дает нам, как Говинда. Ум дает, как Анирутха. И так далее этих имен не счесть, потому что столько энергии исходит из него, и столько имен, столько названий. И теперь семнадцатая мантра, это уже как пройденный материал философский, здесь именно проявляется образ. Вот в конце этого произведения проявляется образ. Ну, естественно, если мы можем изучить, немножко хотя бы, да, приоткрыть тайны этого мира вокруг нас, мы восхитимся творением. У нас возникнет образ Творца. Совершенно невероятный, как сказал Эйнштейн, я могу только встать на колени и снять шляпу перед ним. Это образ. То есть в результате такого познания мира у нас возникает всемогущий образ. Это вот разум. Вселенский, мировой. Мировая душа, мировое сознание, мировой разум. Мы сможем почувствовать это. То есть мы можем приблизиться так к Богу. И затем уже начинается, когда образ этот устанавливается в сознании человека, возникает взаимоотношение с ним. Это обращение к нему, к этому образу. И вот в этом случае процесс становится авторитетным полностью. То есть он работает. Если у нас нет образа Бога, нет представления о творении, то у нас нет представления о самих себе и нет представления о взаимоотношениях с этим миром, с человеком и с Богом. Мы строим наугад наши отношения и постоянно ошибаемся, испытываем трудности и страдания в наших отношениях. В мире нет мира. Пока вот мы живы, мы век уже живем с вами, да, многие люди, и мы не видели мира, настоящего мира и умиротворения внутри себя. Это означает пребывание в невежестве, в страхе, неопределенности, безысходности, в мире случайности, так люди называют. Всегда сопровождается недоверием ко всему и страхом. Здесь же, когда уже возникает, проявляется этот образ, он реальный, устанавливается в сердце, в сознание человека. И тогда начинаются взаимоотношения и наступает измерение бесстрашия. Если сейчас спросить каждого из нас, что такое жизнь бесстрашия, у нас не будет такого опыта. Ну, может быть, какой-то иллюзорный опыт, когда у нас хороший крепкий дом, там, не знаю, решетки, замки, есть деньги, какая-то защита социальная, нам кажется, что мы живем спокойно, нет, неспокойно, если бы мы жили спокойно, мы не строили толстые стены, замки, решетки, сейфы, не вкладывали в банки надежные, а не ненадежные, все равно это все на основе страха строится наша спокойная жизнь. Если мы сейчас спросим, как вы представляете жизнь в бесстрашии, нам очень трудно будет представить такую жизнь. на санскрите она называется вай-кунтха. Такая жизнь называется вай-кунтха. Кунтха означает страх, беспокойство. Вай-кунтха означает не существует. Ну, по большому счету, вообще, это относится к нашему бессмертию. Пока мы не достигли бессмертию мы не можем жить в области вай-кунтхи, испытать эту атмосферу. И об этом мире вай-кунтхи можем только услышать, потому что в этом мире такого опыта не существует. Здесь нет бессмертия с материальной точки зрения. И в этом как бы есть какая-то несправедливость мира, люди чувствуют, потому что никто не хочет смерти. И веды объясняют философски, что же такое бессмертие и что такое смерть. Смерть — это иллюзия, в которую мы как бы вот видим, верим. А реальность за этой иллюзией совсем другая. Приводят разные примеры, даже на материальной платформе. Все наши, вся наша материальная жизнь просто воображение ума. Из глины можно сделать много предметов, разных типов, горшков, посуды, украшений с разными функциями и формами. Но и дадим название. Вот функция горшка — содержать воду, емкость, создавать емкость для воды. Есть другая посуда для других целей, есть керамика для украшений. Ну вот смотрите, разбиваются все эти формы, что остается и что уничтожается. Подумайте внимательно, что уничтожено? Название и функции. А глина осталась. Так что же это было? И функции, и названия. Мы именно на это опирались. И когда разбивается какой-то сосуд, мы, ах, говорим, разочаруемся, «Боже мой, функции, названия утрачены, вот о чем мы беспокоимся». Мы реально верим в это. И если наши функции расстраиваются, тело, здоровье, допустим, предназначение, или мы умираем, или теряем что-то, мы сильно расстраиваемся. то есть образ нашей мечты живет в уме. То, к чему мы стремимся. И если нам удается воплотить физически эту мечту и соприкоснуться к касаниям, зрением, обонянием как-то еще почувствовать, да, собственность, мы говорим, что жизнь удачна. Если этот образ просто остается на уровне ума, невоплощенный, мы чувствуем крушение надежд. Вот как устроен наш ум, и вот как он взаимодействует с этим миром. Это нужно хорошо обдумывать. Не один день, знаете, на это требуется. годы, практики, чтобы на самом деле ум вывести из этих вот лабиринта названий, форм, обозначений, к которым мы привязываемся и затем страдаем, теряя все это. Либо все, либо поочередно, либо свою жизнь теряем, либо этот мир теряем, собственность теряем, так или иначе. Либо собственность уходит, либо собственник уходит, говорится. Этот мир таков. Факт. Вот. Поэтому, когда эта иллюзия разоблачается, именно в уме это разоблачается, ум нужно разоблачить, тогда мы сможем увидеть реальность, которая вот описывается в Панишадах, Гита Панишад, Пураны описывают, образно, истории дают. Эта философия, она живая, ее можно инсценировать. есть личности конкретные, которые лицетворяют и невежество, и знания. И среди людей найдем много образов, иногда их сравнивают эти образы с животными, что есть люди как ослы, есть как свиньи и так далее. А есть пророки среди людей. Это в чем разница? Разница лишь только в умо-настроении. Тело то же самое. Иисус выглядел как обычный человек. И многие приняли его как обычного человека. Это и спорт, думают, что это был обычный человек, а может быть, вообще такого и не было даже. И человек живущий как мошенник тоже выглядит. Может выглядеть красиво, одеваться хорошо. И даже красиво говорить может. В чем же разница между людьми? Только в умо-настроении. Есть люди, которые слышали свыше, и есть люди, которые никогда не слышали ничего свыше. Есть бабочки ночные, которые ничего не слышали. И вряд ли можно что-то объяснить, конечно же, бабочкам. Но есть и люди, которые никогда не имели опыта шрути. Никогда не принимали духовных авторитетов святых. И вряд ли что-то можно им объяснить, потому что они оперируют только названиями и функциями материального мира. И приводят, к примеру, только свои органы восприятия как авторитет. Кто видел Бога, они спрашивают. Никто? Спросите любого человека. Значит, его не существует. Но прабхупады часто отвечали на этот вопрос. А у вас есть глаза, чтобы везти Бога? Это что, у миллиардов людей нет глаз? Простите, у миллиардов? у триллионов, 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 триллионов и так далее, и так далее, живых существ нет таких глаз в материальном мире. Это единицы описанного в Бхагово Дети. Эти пророки, их единицы в нашем, в нашей культуре мировой, их единицы, которые видели и слышали что-то настоящее. В основном все пребывают в невежестве и страсти. Здесь говорится, невежество, существует энергия и она повелевает этим миром. И это не мир Вайкундха. И нам нужно услышать о другом мире, где нет невежества. Есть такие миры. Здесь мир безверия и невежества, понятно, что много сомнений, потому что все так живут, куда ни глянь, и никто не видел Бога, куда ни глянь. Мы только слышали об этом, но не видели. И мы доверяем больше глазам в этой мире, чем ушам. Но Веды постигаются только на слух. То, что мы не видим, можно понять, только услышав об этом. Итак, 17-е мантры мы прочитаем. Я попытаюсь сейчас озвучить санскрит. Вайюр Анилам Амритам Атедам Басмантам Шарирам Ом Критта Смара Критта Смара Критта Смара Критта Смара Несколько повторений. Раз, два, три, четыре повторения. И сначала слог Ом. Когда вы произносите слог Ом, означает, что вы обращаетесь ко Всевышнему, к полному целому. Когда вы общаетесь с человеком, вы не произносите Ом. Если вы произносите Ом, на чек, знаете, сейчас вы процитируете что-то божественное. То есть, это другой разговор. Это то, что нужно просто принять. Это нельзя оспаривать как-то или обсуждать на свой лад. Просто нужно принять здесь вот Ом. Что же здесь такое произносится со знаком Ом? Пусть это бренное тело сгорит дотла. Пусть дыхание жизни сольется с воздушной стихией. Ну, это то, что происходит с телом всегда. Оно как бы постепенно растворяется. Мы называем это процессом смерти или увядания. Не моментом смерти, а жизнь, она от рождения до ухода, да, это тело, оно сгорает и сливается постепенно с жизненной силой. Она у нас уменьшается. Мы едим пищу, дыхаем воздух, но жизненная сила будет уменьшаться, хотя мы получаем питание, старение будет наступать. Это механизм смерти, и он здесь описывается как горение и слияние с воздушной стихией, с пранами. Не тот только воздух, который мы дышим, там еще много пран, много других энергий. И жизненная сила, это тоже воздух в теле. Человека без воздуха мы не живем. Есть тут йогическое представление о воздухе и дыхании и горении. Потому что в теле тоже есть температура, есть процессы горения, там есть кислород, есть СО2, есть продукты горения, это все шлаки. Выделение также горения в желудке происходит, пищеварение, вот эти процессы описываются. и оно сгорит дотла постепенно. Мы не видим, как это происходит, вот обычные глаза. Видим только кремацию, когда тело действительно в огонь помещают, физический огонь, и оно горит дотла тоже. Итак, пусть это брено сгорит дотла, пусть дыхание жизни сольется с воздушной стихией. Что это означает? Почему такое обращение? Это означает, что этот человек, вот эта мысль, произносится тем, кто согласен с этим все полностью. Пусть будет так. Я не буду с этим бороться. Я не буду искусственно поддерживать жизнь в этом теле. Я не буду строить таких планов, замораживать людей, которых потом можно оживить через сотни лет, или искусственное тело придумать, пересаживать туда мозг. Сейчас много всяких теорий есть, знаете, как продлить жизнь человека, как тело бессмертным. Если говорится, пусть сгорит дотла, я не буду строить таких планов, и ложных надежд иметь не буду. Пусть все так и будет. Теперь, мой Господь, пожалуйста, вспомни все мои жертвы. Жертвы. И поскольку все в конечном счете предназначено для твоего наслаждения, вспомни, пожалуйста, все, что я сделал для тебя. Крита означает деятельность. Сделал Крита. Здесь, смотрите, Крита используется в разных значениях. смотрите. Крита. Он наслаждающийся всеми жертвами. Крита означает то, что делается. А что делается? Выше поняшат написано. Все, что делается, должно быть как жертвоприношение. Это Крита называется, не карма. Карма это немножко другая. Карма это просто работа. Ради плодов труда, поэтому мы работаем. Карма такой стоит. Крита это как творение. Это нечто иное. Крита это больше к творчеству. Крия Шакти так же говорится. Энергия творчества, творение. И это творение для наслаждения Всевышнего называется жертва. Поэтому здесь Крита он наслаждающийся всеми жертвоприношениями. Крито Смара пожалуйста вспомни. Критам все, что я сделал. Крито это наслаждающие моей деятельностью. Крито то, что я сделал, сотворил. Смара вспомни. Крато высшенаслаждающиеся всеми жертвоприношениями. Видите? Крито Критам Крато высшенаслаждающиеся всеми жертвами смара вспомни же критом все что сделал для тебя смара пожалуйста вспомни вот такая необычная мантра нужно больше подходит походит на молитву эти мантра переходит молитву не сразу молитва до требуется осознанность осознавать к кому мы обращаемся и кто это и кто такой я да вот эти две вещи нужно ясно ясно понимать то есть я не могу приказывать в молитве не могу требовать молитве не могу давить на господа или обижаться выражать свое недовольство его защитой или не исполнение моих желаний это означает что человек в полном невежестве он думает что бог долгий исполнитель его желание если он существует он обращается к нему если желание не исполняется то он становится недоволен выражается у недовольства вот здесь нужно ясно осознавать чтобы вот это для этого нужны мантры предыдущие не молитвы манты которых разъясняют как раз вот этот момент называется самбанда гьяна самбанда гьяна гьяна это знание самбанда взаимоотношения за мантры сначала разъясняют взаимоотношения между мной богом кто я кто такой господь когда это усвоено тогда естественно переходит в молитву это уже спонтанную то есть сначала нам нужна точная наука а затем мы уже можем жить свободно спонтанно ну вот представьте человек учится играть на рояле до сколько нужно усилий чтобы навыки обрести разработать пальцы гаммы бесконечно часами играть до до боли там суставах в этих сухожилиях в холодной воде потом руки держат им эти пианисты знаете как это тяжело достается труд и вот гаммы 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 соседи с ума сходят там знаете но это вот он две делает делает но затем когда этот навык приобретается он может спонтанно свободно играть закрытыми глазами просто сливается с инструментом все но сначала наука вот до рэ ми вот буквально все кажется это очень сложно кажется да вот показать клавиатуру просто новичку ребенка приводите показываю радиаль он в шоке вот эти все клавиши нужно знать выучить и что это такое и там еще черный есть еще белый есть для него это просто невозможно но они улыбаются нет всего 7 минут смотри тут есть свои законы которые ты можешь прекрасно изучить ориентироваться сможешь нажимать нужные ноты закрытыми глазами сможешь чувствовать этот инструмент если будешь работать изучать сначала даются мантры для изучения а потом уже даются произведения мантры которыми вы выражаете свои чувства по отношению к богу здесь уже 17 мантра здесь уже выражаются чувства значит вы уже гаммы изучили комментарии коментарий решил пропады бренное материальное тело есть не что иное как внешняя оболочка души бага водите 2 20 ясно сказано что после смерти материального тела живое существо не уничтожается и не утрачивает индивидуальности я помню когда я читал эти строки найдя о чем я я не хотел умирать конечно же никогда не вот я прочитал что живое существо после смерти не уничтожается не утрачивает индивидуальность и я снова возвращался к этому предложение чтобы увидеть точно вот не есть или мне показалось вот мне нужно было еще раз убедиться примут внимательно еще не пропадут пальцем показать есть не но слава богу не есть это не опечатка так что-то повторяется тоже не уничтожается и не утрачивает индивидуальности но слава богу значит вот есть такая точка зрения который мне на душу ложится так я читал я помню что мы знали что смерть неизбежна и все на этом больше ничего не знали кроме этого и вот тут частичка не и это спасение было живое существо при всех обстоятельствах сохраняет свою индивидуальность и форму не материальную форму не думайте про материальную форму она не сохраняется уже годы прошли я могу как-то показать свою фотографию молодости если мне сохранилась может сохранилась может нет но на меня трудно узнать не сохраняется эта форма на самом деле форма формы лишена материальная оболочка формы лишена материальная оболочка потому что она приобретает в очертания в соответствии с формой не уничтожимой личности значит смотри вот какая иллюзия кажется тело бесформенно если кости вынуть изнутри что увидите все свернется в какой-то слизистый комок на костях существует форма то есть конструкция мы берем кубики всевозможные конструктор но он бесформенный по инструкции мы собираем из него какую-то форму но сам по себе он не имеет форма если мы не создадим эту форму еще по инструкции также эта форма она созданная она по другой форме по инструкции инструкции это не что иное как трансцендентное знание вы разворачиваете тут панишады трансцендентное знать это инструкция по этой инструкции строите свою жизнь или восстанавливаете свою жизнь то есть есть другая форма неуничтожимая личность и вот по этой инструкции строится уже материальная конструкция которая времена сама же конструкция не имеет формы без личности без создателя этого конструктора и без того кто соберет потом это вопреки мнению людей со скудным знанием запасом знаний в своем изначальном состоянии все живые существа обладают формой эта мантра подтверждает что живое существо продолжает существовать и после уничтожения материального тела материальном мире материальная природа с удивительным мастерством создают различные вещи простите виды тел для живых существ соответствующие их склонностям к чувственным наслаждениям тому кто хочет питаться испражнениями природа дает материальное тело которое идеально приспособлено для поедания испражнений тело свиньи вы конечно спросите но кто же хочет наслаждаться испражнениями да вот уже есть такие люди оказывается и я тоже мог бы ну не поверить да в это что разве разве найдете такого человека который бы имел такое желание и сознательно мечтал теле свиньи допустим нет это происходит абсолютно незаметно иллюзорно более того не вызывает никакого конфликта свинья на самом деле наслаждается испражнениями но как она стала свиньей душа вот просто в этом при помощи иллюзии и вот ученый один и исследовал испражнения человеческие заказ был в токио поскольку там очень много этих крупный город канализации отходы и вот подумали это столько столько этой массы отходов крупных городах можно ли как-то ее с пользой использовать тоже да вот для пользы человека это масса как химическое вещество стали рассматривать не как испражнение ученые поручили ученые как химики исследовали испражнения при этом когда вы изучаете химический состав испражнения вы забываете что это испражнения просто видите их уже иллюзорно к химик а мир не может увидеть химик или физик не может понять только тот кто понимает творца разум замысел творца но химики посмотрели исследовали увидели там гидрофосфатов полно это очень ценные эти вещества питательные вещества оказывается это сильная пища вот свиньи едят испражнения тут же жиреют там они там полняют на испражнениях они живут очень хорошо единственное что беспокоит человека это вид и запах а это можно устранить и предсказала очень интересно давайте попробуем они добились своего не сделали эти котлеты и открыли такой заведении знаю как сейчас процветает или нет это но это также было средствах массовой информации этих людей называли стул и тир то есть поедатель испражнения на что-то запаха нет вид передали привлекательный там добавили какие-то красители там пожарили на топленом масле или на растительном масле чем отличается вкус очень хороший и питательно видите как это происходит незаметно также когда пили водку люди много до россии очень много по сиденье еще пьют хорошо раньше пили еще лучше нам тоже говорили что там много килокалорий водки те который пьет водку ему он не умирает с голоду немножко закуски и все он живет конечно худеет сильно и зубы у него все разрушаются со временем вот и печень там садится но килокалорий там хорошо много и главное что микробы дохнут хорошие дезинфицируются и средства как лекарство когда мой отец наливал себе рюмку дома я спрашивала что это пьешь говорит лекарство хлоп но явил что после этого лекарства он странный становится говорит но но не придавал этому значения важно что это полезно лекарство килокалории и вообще поднимает настроение вот эта иллюзия вот столько иллюзии вот так люди постепенно становятся алкоголиками или свиньями кем-то еще ведь научным образом обоснованным образом поэтому выше понижает говорится об этом тот кто культивирует невежество хуже того кто культивирует знания еще хуже еще опаснее а вернее наоборот тот кто культивирует знания да вот это научное знание которое вот невежество объясняет ну как бы санкционирует да вот это знание еще опаснее самого невежества если человек ест испражнение он знает об этом он понимает что из испражнения он не будет этим гордиться а тут он есть видите научный целый проект за ним стоит просто ест он цивилизованно ест с научными обоснованиями есть и так они научно обосновали в кавычках научно пользу мясо пользу спиртного в свое время и пользу испражнений может доказать тоже химики могут показать вам и на самом деле часть толстеет и так далее но это все культивированное знание говорится но хуже невежество но людей делает неосознанными и так тело свиньи тот кто хочет питаться плотью и кровью других живых существ может получить тело тигра наделено необходимыми для этого клыками и когтями видите в чем причина тонкие причины этих разнообразных форм жизни желание живого существа и лучше стать тигром чем человеком поедающим плоть говорится это лучше это справедливее будет тигр есть тигр никто ему не будет подражать нет таких когтей что подражать мой кулков что подражать ему а человек организовывает хорошие бойни организация финансы экономика за этим стоят такие названия понимаете а что там происходит собственно там зверски забивают живых животных все это закрыто никто не видит это культивированная ведь и вещь она очень опасно а когда тигр ест ну загрызает душит свою жертву все дрогаются какой жестокий зверь мы должны понять что вот эта природа открытая она для нас невинна она для нас как сказать она нас не обманывает а то что человек как он это делал он обманывает поэтому природу строила так что тот кто обманывает таким образом его перебрасывает душу в тело тигра что мы это делал но делал не обманывая уже как будут в этом природном цикле находясь потом все мясоеды которые пристрастны к мясу которые пристрастны к убийству животных они становятся хищниками рано или поздно человек однако не создан для того чтобы питаться мясом или испражнениями даже самые самым примитивным из людей и приходит в голову есть испражнения зубы человека хорошо приспособлены для переживания фруктов и овощей но людям даны также два клыка позволяющий тем из них кто находится на низкой стадии развития употреблять в пищу мясо то есть видите как человек он где-то между животным до находится и ариям просветленную уже личностью вот таком диапазоне общество людей смешано это очень сложная как бы общество получается кто-то клыки используют а кто-то использует что-то другой интеллект но как бы то ни было материальные тела и животных и людей чужды живому существу они меняются в зависимости от того какое чувственное удовольствие она желает получить эти чувства сильнее эти разделение сильнее она она как бы ведет нас в эти создает эти тела причиной становится в сочетании с высшим разумом конечно что он предоставляет нам все эти возможности и так тела меняются постоянно как эти горшки они разбиваются из глины новые горшки потом лепятся в процессе эволюции живое существо меняет тело одно тело на друг за за другим одно за другим то есть это процесс на самом деле он непрерывные постоянные довольно быстрый кости мы видим жизнь насекомых то для нас конечно это очень быстро не меняют тела пчелы живут там сколько примерно около месяца всего муравьи тоже микробы несколько часов могут жить еще короче жизнь бывает минуты уже животными видим домашние там по 20 лет живут собаки кошки коровы лошадь примерно по 20 лет чеку да дано несколько больше времени несколько десятков лет на 70 ну до 80 ну 100 лет хорошо пусть будет условно и вот с этой точки зрения мы пытаемся видеть для нас 100 лет это вечность для обычного человека он не видит что это происходит очень очень быстро во времени поток времени скорость невероятная и при этом время никуда не движется одновременно с этим это вот парадокс времени она вечно но при этом скорость невероятно недвижимо как бы да но при этом мы видим прошлое настоящее будущее сколько мы уже проехали во времени мы не можем вспомнить просто а вот сколько времени этому миру возраст его вселенной видах описывается возраст вселенной значит сколько у нас уже пройдено с какой скоростью мы двигаемся где мы сейчас находимся мы прошли огромные пространства вообще с вами жизни вот в нашем понимании сегодняшнем человеческом мы прошли невообразимое пространство времени и форм различных когда весь мир был покрыт водой живые существа получали тела приспособленные для жизни в воде затем они перешли в растительную форму жизни из растения живое существо превращается в червя из червя в птицу из птицы в животное а из животного в человека не тело превращается растение в тело червя как дарвин думал а живое существо переходит из тела растения в тело червя мы не видим чтобы велосипед постепенно превращался в автомобиль и в мотоцикл если отдельно велосипед отдельно мотоцикл создатель человек мы же так создаем мы же не говорим что велосипед постепенно превратился в мотоцикл нет идея велосипеда переросла в идею мотоцикла и потом появился уже этот мотоцикл форма значит эти идеи различных форм жизни уже существовали осталось только вот этот вот сам носитель тел там желание исполнение желания он переходит потому что у него желание растут в теле растений не умещаются не умещаются желания тогда в тело червя там он живет и тоже не умещаются не растут и так далее таким образом происходит эволюция там есть живое существо и она шагает по этой лестнице эволюции таким по этим телам вверх человек обладающий совершенным духовным знанием находится на самой высокой ступени эволюционной лестнице а вершина развития духовного сознания описано в данной мантры человек должен оставить материальное тело которому суждено обратиться в пепел и позволить дыханию жизни слиться с вечной воздушной стихией живое существо действует в своем теле благодаря циркуляции в нем различных потоков воздуха которые называют прана ваю вот к чему привязаны больше всего вот этот момент йоги должны осознать занимается йогой если мы о привязанности к иллюзии вот она в чем кроется вот эта жизненная сила как вот эта жизнь дороже самое дорогое да вот это вот привязанных жизненный жизненному воздуху йоги главным образом учиться управлять воздушными потоками в своем теле таким образом душа поднимается с уровня одного круга по которому циркулирует жизненный воздух на другой там где жизнь воздух циркулирует то вы чувствуете если он циркулирует это если этот центр взять радиус берем радиус от копчика и здесь получается вот такой диаметр сферы такая вокруг нас его жизнь воздуха сливит по этой сфере по крайней сфере по радиусу копчика да там чакры из нижняя чакра говорится то вы чувствуете сексуальное влечение страх выживания вот такие вот эмоции у вас так вы понимаете жизнь вот эта сексуальная как бы революция на приводит тому что люди стрессы получают они у них страх также усиливается от разных вещей то что это одна и та же чакра отвечает за восприятие мира йоги поднимают ну вернее они не уничтожают эту чакру окне и добавляется добавляется да вот как бы поднимается жизненный воздух следующий чакры это чакры виде объясняет чувства тут вы начинаете чувствовать да как вот ребенок рождается сначала страх выживания кричит хочет есть сразу кричит сразу у него такая вещь он вступает в этот мир в страхе беспомощности да это выживание затем он подрастает у него появляется интерес к этому миру начинает что-то чувствовать изучать потом третья чакра начинает что-то уже делать четвертая чакра уже гармония он начинает уже наслаждаться жизнью слова всякие уже используют начинает уже творить что-то придумывать интересный возраст над ним все смеются удивляются это четвертая чакра вот так они поднимают эти чакры это как ребенок развивается но эти циклы 7 чакр по 7 нужно рассматривать получается 49 комбинаций это пол века 49 комбинации означает что вы получили полный опыт своего существования вы полностью ну как бы гармоничная духовная личность если вы правильно проживете 7 по 7 с рождения его до 49 лет 49 лет вы не успели что-то сделать запас еще времени есть еще часть жизни остается около половины чуть меньше может то есть это чакра виде объясняется значит 7 по 7 7 так и те же чакры вертикально значит страх потом вы переходите 7 кратный цикл еще 7 кратный семилетний цикл в зоне чувств затем в зоне гармонии потом зоне философии потом в зоне мудрости в зоне духовности если вы пропускаете что-то из этого вот это то есть что-то скажем ну в обществе понятие какой-то уничтожен скажем духовность эта чакра закрывается или вы познаете мир и задайте вопросы вам говорят не говори глупостей чакра философии закрывается или вы хотите исследовать мир ломаете предметы как ребенок вам говорят не ломай бьют по рукам чакра закрывается и мы считаете много людей с закрытыми чакрами обычно все чакры вот высшие закрыты а низшие работают это еда солнце выкупление обороны они работают на этом уровне поэтому воспитание как бы человека в развитии учитываются все его как бы чакры от низших до выше до духовности все это должно иметь как бы объяснено человеку что такое духовность такой философии что такое мудрость что такое творчество что такое правильно чувствовать какое предназначение страха или сексуальной жизни когда все вместе все это понимаете вы понимаете тогда уже все в целом не то что вы только вот понимаете одно из этих семей это недоразвитость поэтому всему есть свое предназначение высокая и сексуальной жизни и чувствам если вы дошли до гармонично до седьмой чакры тогда вы полноценно этим можете как бы нужно владеть обучая других это 49 лет в идеале и согласно вот этой вот чакра виде уже в 25 лет если по ней посмотреть по этой схеме в 25 лет человек становится зрелым в материальном отношении стоящим твердо на ногах все 25 лет смотрите значит значит вас на сейчас на мир кто 25 лет у нас зрелый человек материальном отношении значит многие многие чакры у нас просто не работают в обществе до людей в наших отношениях не включаются поэтому люди с разными чакрами у них разные общие видения но как я могу поверить то что вы говорите я не вижу этого никогда не видел этого я видел ну я-то не видел но у них все равно сомнения остаются вот если мне покажете это да там душу допустим пробирки где-то там вот и выделите может ей поверю а может даже и не поверю все равно вот я встречал таких людей я такой человек даже мне покажите все равно буду сомневаться вот такие вот есть это чакры на на другой до тех пор пока не достигает брама рандры вот этого места это уже над чакрами это выход из всех этих вот уже называется психические сплетения еще так можно с них называть и чаками сплетения нервные сплетения еще их называть тонкие там сплетаются все эти перекрестки перекрестки и вот выход из них здесь брама рандхара на верхушке черепа самого высокого воздушного цикла достигнув его совершенный йог обретает способность по своему желанию перенестись на любую планету вселенной вот все вы выходите из всех человеческих телесных представлений можете ориентироваться во вселенной даже что несложно для йога вот такого восприятия у нас нет ведь чего сего во вселенной все это в лесу заблужду заблужу могу заблудиться могу в городе заблудиться в каком-то незнакомом при этом он должен покинуть одно материальное тело и войти в другое то есть для этого нужно покинуть это материальное тело и войти в другое тело однако высшее совершенство обретает то живое существо которое способно раз и навсегда расстаться с материальным телом то есть со всеми материальными телами расстаться о чем говорится в этой мантре то есть а теле в принципе говорится не об этом теле который я имею да потому что за этим телом новое тело я получаю пусть тело сгорит до тла полностью и и жизненный воздух полностью от этого тела сольется с жизненным воздухом вселенной то есть все закончена реинкарнация такая душа входит в духовную атмосферу где получает тело совершенно иного типа духовное не подверженное изменениям и не подвластная смерти вот тут на сегодня закончим комментарии что комментарий еще дальше продолжается он довольно объемный комментарий сейчас можно будет прийти к вопросам пожалуйста валентин толкунов почему так сложно доверять богу как преодолеть этот страх одна из причин что что мы услышали о боге из неверного источника мы путаем бога с религией вот в чем наша ошибка ну конфессии религия тащит называется да заметили это что да вы говорите бог вы сразу спрашивает а вы какой конфессии принадлежите люди без конфессии не мыслят понятие бога вот одна из причин и поскольку конфессии находится в конфронтации по сей день еще может быть где-то мягче где-то но где-то острее а и к в какие-то времена людей сжигали из разных из других конфессий с чужих конфессий просто сжигали на огне или расстреливали или называли что религия это обман великие тоже лагеря отправляли то есть много много всего было и религия обманывала и религию обманывали и конфессии и так далее и так далее когда это наша история поэтому конечно страшно доверять отделите пожалуйста понятие бог от человеческих этих вот организаций духовных отделить это всем сознанием вот такие люди могут создать уже как бы духовное общество не религиозное духовное общество религиозность это начало духовного пути только начало нельзя оставаться постоянно только в начале пути в конце пути мы отделяем духовность от всего материального от всех названий я не христианин не буддист не индуист не мусульманин не русский не американец не еврей вот чем приходит я есть душа вне конфессиональное существо почему то что я принадлежу только богу непосредственно не религии какой-то не нации а богу ну вот если вы это поймете вы обретете бесстрашие каким образом правильно делать жертвоприношения предназначены для бога каким образом правильно делать жертвоприношения предназначены для бога все что мы делаем предназначены для бога все я откажешь и от аж наши это вот бога вот где-то говорит что бы ты ни делал, что бы ты ни делал, что бы ты ни предлагал, любое, делай как жертвоприношение мне, Бог говорит, так, как же в духе жертвоприношения. А как это делать? Твой вопрос возникает. Вот я вроде, я же работаю, делаю, а как это все делать в духе жертвоприношения? Если ты об этом хочешь узнать, тогда подойди к тому, кто это уже делает, уже умеет, но подойди с вопросами, с почтением и в духе служения, вот в этом духе, и ты получишь это знание. В наш век, как бы, ну, много есть различных форм жертвоприношений, рекомендовано одно единственное, которое может возродить наш дух, человеческий, да, и в целом все общество, изменить ход цивилизации, это воспевание имен Бога, Санкт-Пиртана Ягья называется. Высшее Ягья – это прославление Бога, на самом деле. Когда вы душой, сердцем, разумом, языком это делаете, вот это называется, что вы всего себя предлагаете в жертву, вы восхищаетесь его личностью, вы становитесь его слугой, это самое большое жертвоприношение, вы себя предлагаете в жертву, свою жизнь, не просто деньги, да, часть себя, часть себя. Умозрительно, да, я предлагаю часть себя в форме, ну, какой-то денежной жертвы, собственностью, или времени, уделяю время какой-то своей жертве, чтобы пойти в храм, выходной день, и там поучаствовать в какой-то духовной службе, это тоже жертва, тоже Ягья – жертва. Но самая высшая жертва, когда вы себя всего жертвуете, это Санкт-Пиртана Ягья, это воспеваете святые имена, в экстазе, в блаженстве прославляя имя Бога, имена Бога, его качества, его формы, говорить о нем, повторять его имена. Это Санкт-Пиртана Ягья, это процесс очень могущественный. Как понять, что я совершаю достаточно усилий для решения материальных задач? Как при этом предаваться Кришне и когда остановиться? Как понять, что я достаточно прилагаю усилий для материальной жизни? Да. И как при этом предаваться Кришне? Там, наоборот, предлагается нам ориентир. Следите за тем, что ваша духовная практика не страдала. Вот за этим следите. Минимум какое, если это посвященный, преданный, да, спрашивает, то минимум 16 кругов Харикришна Махаматры на четках ежедневно и 4 регулирующих принципа. Вот это должно оставаться с нами. Если ваша деятельность нарушает этот порядок материальный, то вы должны что-то изменить в своей жизни, чтобы эта платформа была незыблемой, оставалась. Вот это будет главный ориентир. Это минимальный ориентир. Предполагается, что это даст вам мощное развитие сознания. Вам не придется тяжко трудиться в какой-то момент времени. Но до этого пока сознание еще в развитии может, да, такое быть, что у меня, ну, трудная какая-то ситуация в жизни, нужно как-то тяжко трудиться, слишком много времени уделять этому, да, пока вот так. Это надо потерпеть. Многие люди находятся в таких трудных сейчас ситуациях, вынуждены тяжело трудиться за какие-то гроши даже. Судьба такая у них. Тем не менее, 16 круга, 4 принципа, если вы приняли, это не должно измениться. Какие произведения надо изучать, чтобы получить знания самбандхигьяна? Самбандхигьяна — это Бхагавадгита. Ну и Шипанишад тоже говорит об этом, но не так развернуто, может быть. Поэтому Гита Панишад считается, ну, квинтэссенцией всех у Панишад. Вот, там, ну, уже на все вопросы, да, ответы есть. Там прям главы идут. Карма-йога, там, тхьяна-йога, такая йога. 18 видов, как бы, йоги, да, различных. Это все различные виды йоги. И совершенство отречения, разуменности веры, и демонические и божественные натуры описываются, и кармические реакции, последствия, и карма-йога, йога-возвышение, и способность к медитации, и санхья-йога. Описывается от 18 глав Гита Панишад. Поэтому, если вы знаете Бага Вадгиту, вы очень подкованный человек, в высшей степени подкованный человек. Ирина Рахматулина, душа относится к духовному миру. А когда душа покидает этот материальный мир, сверхдуша ее сопровождает? Или сверхдуша сопровождает душу только в материальном мире? В материальном мире, в материальном теле. Да, правильно говорите. Только в материальном мире это происходит, сверхдуша, да. Это явление для материального мира. В духовном мире сверхдуши нет необходимости, направляющей силой, потому что есть непосредственное общение с Личностью Бога. Спасибо большое за знание о Вечности Души. Это очень вдохновляет. На каком этапе я могу осознать неуничтожимость своей души и как это можно объяснить другим людям? Ну, с самого начала вы можете уже это осознать. Сначала умом это осознается. Если вы умом осознаете, у вас появится очень сильная решимость делать, ну, действовать духовно, так скажем. И тогда подключается уже на уровне разума. Если ваш ум и разум включены, да, вот в духовную деятельность и понимание души, ваши чувства начинают пробуждаться духовные. Начинается с того, что вы просто уже понимаете так, что я не это тело. Уже понятно это. Любому разумному человеку это начало хорошее. Вы уже начинаете это понимать. Просто идите дальше. До конца. Анастасия Павленко. Скажите, пожалуйста, что значит индивидуальность? Одна индивидуальность может быть и поросенком, а когда-то и человеком. Ну, это как одежда. Ну, есть же театры, да, театры, кукольные театры. Актеры там играют какие-то роли. Но они являются другими индивидуальностями. Это образ, который они создают. И вот тело, физическое тело, материальное тело человека, это образ, который он создаёт в контакте с материальной природой. Это не его истинный образ, облик. Это костюм, взятый от материальной природы именно. И в этой роли человек находится, пока этот костюм носит. Но снимается костюм, роль меняется. И вот наша задача – обнаружить нашу индивидуальность за этими ролями, да? Знаете, есть же такой пример. Кажется, это был Смоктуновский, и фильм назывался «По Достоевскому идиот», что ли. Идиот, по-моему. Может быть, я путаю, но факт есть такой точный. Он играл эту роль и вошёл в эту роль настолько, что у него начались тоже сложности. Он как бы стал этим героем, стал буквально превращаться вот в этого человека блаженного. Поэтому сняли первую серию, вторую не смогли снять серию. По этой причине. Я вам скажу, у меня был похожий маленький опыт, опять же, связанный с Достоевским. Я читал Достоевского уже после окончания школы. В программе он был, но я не прочитал ничего в то время. Мне было скучно читать эти анализы, психологические, очень тонкие его. В том возрасте. А когда я уже закончил школу, и хотел поступать в учебное заведение, понадобилось всё-таки знать Достоевского. Мне пришлось читать с залпом, с запоем всё это внимательно. Жизнь заставила всё-таки прочитать Достоевское преступление и наказание. Его не читал в школе. Интересно было. И вот я читаю. Это могущественный человек. Видите, аналитик какой был. Какой психолог. Могущественный какой-либо человек. С тонкими чувствами. Знаете, как он был? Достоевский. Любое мировое зло, мировое, воспринимал как личное оскорбление. Ох! А какие чувства были у человека. Какой тонкий был разум. И он его применил как писатель. Я вошёл в роль в этого вот героя Раскольникова. Очень сильно. Я буквально стал чувствовать, что я меняюсь изнутри. Я становлюсь и начинаю. Как бы Раскольникова болел после убийства. Я заболел точно так же, как он. На какое-то время отложил книгу, чтобы вот освободиться от этого. Со мной произошло что-то подобное. Вот есть роль, видите. О чём вы думаете? Какой ум достается? Тип ума. В гите говорится. Типы ума и чувств разные. У людей, у всех живых существ. В соответствии с типом ума и чувствами вы по-разному понимаете. Добро, зло, счастье, несчастье, жизнь и так далее. И вы меняете эти представления. Вы хотите их менять. Вы же согласны? Вы всё хотите менять. Вы же не удовлетворены своей жизнью. И поэтому вы меняете тела, костюмы. Но вы не можете выйти из этой роли, кто всё-таки вот настаивает, да, найти счастье. Представьте себе актёра, который хочет найти счастье именно в какой-то роли, не в своей истинной жизни, да. Мы видим таких актёров тоже. Они в своей личной жизни были несчастливы. Счастье находили в этих вот фильмах, где они показывали, говорили о счастье, играли в счастье, играли в любовь. Но в жизни этого у них не было. Вот такая вещь происходит. Наша настоящая индивидуальность, она связана с взаимоотношениями с Богом. Наша вечная индивидуальность. Неповторимость, уникальность там. А здесь мы меняем просто костюмы. Как в современном мире правильно действовать, чтобы отличать истинное знание от культивированного невежества? Нужен духовный учитель. Это невозможно будет отличить. Я вам серьёзно говорю. Если вы сейчас послушаете учёного, после этой лекции, вы засомневаетесь в лекции. Там тоже есть много логических аргументов, факторов исследований. Там труд тяжёлый, там великие есть учёные. Если вы погрузитесь туда, вы скажете, нет, нет, Ишипанишат, подождите. Не всё нужно принимать на веру. На вас это повлияет. И если у вас нет связи с Ишипанишат, скажем, или как женщина нет связи с мужем, она доступна любому мужчине, может быть. Видите? Здесь на отношениях держится наше развитие знания, на отношениях с духовным учителем. Они должны быть постоянными, постоянными, непрерывными. Это называется посвящение. Тогда вы не впадёте в заблуждение. Если впадёте, то гуру поможет. Если есть связь, конечно, с ним. Если связи нет, то любое учение может на вас повлиять. Что угодно может повлиять. Потому что всё логично доказывается. У всех есть свои аргументы. И у атеистов, и у верующих, и у мусульман, и у христиан. Они свято верят в своё вероучение и отрицают других. Свято верят. И у каждого есть свой аргумент. Послушайте любого, вы увидите. Как же сориентироваться? Нужен духовный настанник. Тадвити прани паттина пари прашнина сейвэу по дикшенте тех генов, генина статова, дашина. Нужно найти того, кто видит истину уже. И вот спрашивайте у него. Спрашивайте, служите и выражайте почтение. Таким путём вы не соберетесь толку. Как правильно понять, что прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно? Одновременно? Как это понять? Это вряд ли можно понять. Или представить. Прошлое, настоящее и будущее. Ну, например, может быть, какой-то пример. С недостатками, конечно, материальные примеры. Ну, какой-то пример семени. Семя указывает на прошлое, что оно от дерева. Семя существует в настоящем информацию будущего. Это некий, может быть, какой-то отдалённый пример. Прошлое, настоящее и будущее. Другой пример фотографии вы сделали в прошлом, но в настоящее можете пользоваться ими. Всё, что вы делали в прошлом, в настоящий момент, также имеет присутствовать в самскарах, в другой форме просто. Формы меняются, да, а прошлое, настоящее и будущее уже предопределены. Может быть, вы знаете из Пуран, что вся жизнь Вселенной предопределена. Потому что оно создавалось тоже в форме семени. Как правильно настроиться, что нужно сделать, чтобы проявить образ Кришны в своём творчестве? В творчестве? Да, 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 это хороший вопрос. Я очень рекомендую тем, кто занимается творчеством, медитировать на Кришну, использовать эту медитацию, свою способность, талант свой для медитации на Кришну. На верховную личность Бога. Это могут быть разные формы медитации, в зависимости от того, что вы сейчас чувствуете, как вы чувствуете Бога. Очень часто его изображают, как обычного человека, такого милого ребёнка на руках у матери. Тоже правда, но не всем понятное. Может быть, люди даже не чувствуют этого. Ну, просто красивый ребёнок, не знает, что это Кришна, что это Бог, да, на руках у матери. И у них даже вопрос не задают, потому что это приятная картинка. То есть, как у Бога мать-то может быть? Ну, картинку видели, да, он нравится. Вот мать-ребёнок. Это вот одна из форм распространения, да, сознания Кришны. Приятная форма, красивый, прекрасный, сфлейтый, пастушок, романтический образ, да, танцует, улыбается, счастье, да, с ним общаться. Несколько сентиментально можно его понять. Но если вы читали Бхагаваджи, ту, его вселенскую форму изучите, вы увидите другой образ. Если вы читали Пураны, где описываются аватары, всё, что в нём есть, да, как это всё проявляется, как водопад безграничный, да, падает вода, так же эти аватары из него безграничные исходят. Если всё это прочитаете, если вы поймёте его глубже, вы будете изображать его по-разному, уже с другим сознанием. И если вы ещё почувствовали свой личный контакт с Богом, вот с этой личностью Верховной, конечно, это отразится в вашем творчестве. Изображайте Кришну, старайтесь изобрать Кришну, и именно Кришну. И вы увидите, что это изображение начнёт вам говорить, что делать, а что не делать. Как его изображать, если ваша медитация будет хорошей, глубокой? Иногда Кришну изображают на знаке Ом, показываем персональный аспект, и вот Кришна. Никогда Кришна в Брамаджоте один не бывает. Он на Галуке Вриндаване. Там много деревьев желаний, там столько живых существ, вокруг него вьются пчёлы, его гирлянды, там столько коров, там столько всего. Если вы изображаете Кришну на пустом месте, если вы преданы, вы никогда не почувствуете, что это Кришна. Он постигается именно в своём окружении. А тут с чего это на пустом месте Кришна сидит? С чего родит? Почему он в пустом месте? Вообще непонятно тогда его форма, предназначение и просто всё остальное, смысл этих отношений. Форма нужна для отношений, значит, там ещё много вокруг него, там, кажется, там самое удивительное окружение, это вокруг него близкие, преданы на Галуке Вриндаване. Таких личностей не бывает нигде больше, ни в каких мирах. Они с ним шутят вообще. Они его любят как ребёнка, как сына, как друга, там совершенно другие отношения. Это Кришна, вот так нужно изображать его. Всё это описывается. Но можете начать, скажем, со вселенской формы, с каких-то аватар, медитируя из Пуран, как эти аватары проявлялись и для чего. Когда вы проникаете, скажем, на Ресим Хаде, вы будете изображать на Ресим Хаде или Вараха, можете проникнуться очень глубоко этим образом. И много-много других. И в конце концов, когда вы это вот начинаете чувствовать, понимать, вы подходите вот к портрету Кришны уже совсем по-другому. И, что я могу сказать из своего опыта, портрет Кришны невозможно закончить. Можете показать его, что вот вы сделали изображение, но закончить его невозможно. И любое изображение будет незакончено. Анастасия Павленко. Индивидуальность – это не тело, а способность делать выбор. Но у животных нет возможности делать выбор? Такое, как у человека, да. Ведь у человека выбор-то между религией и материальным существованием главный. А в остальном у них тоже есть свой выбор. Бегают, куда хотят, правопады говорят. Куда хотят, туда и бегут. У них в остальном тоже есть выбор. Не такое, не так много, да, как у человека. Но главный выбор, почему человеку даются такие условия жизни более комфортные, чтобы он сделал выбор главный. Культура подводит его именно к Богу. Вот в этом есть, у животных такого выбора нет. Это правда. Спасибо за лекцию. Что нужно делать, чтобы обрести духовное тело, не подвластное смерти? Что нужно делать? Ну, это вопрос. Сильный вопрос. Уважаю такие вопросы. Хорошо, нужно заняться, занять себя чистым, любовным, преданным служением Богу. Так разовьется духовное тело. Сначала придет разум. Другой разум совсем. Божественный разум будет проникать в ваше существование. Вы столкнетесь с этим. Он не навязчивый разум, но это очень могущественный разум. У вас проснется такая мощная совесть, о которой раньше вы никогда не знали. У вас начнется другая жизнь. Какое-то время будете бороться этим разумом со своей материальной, вот этой вот похотливой природой, телом, да. Вам придется вступать в борьбу и конфликт. Но разум будет пребывать в этой борьбе именно. Не ослабевать, а пребывать. Если вы серьезно взялись за это, разум будет пребывать, ваши силы будут увеличиваться. А тело, вот похоть будет уменьшаться. И когда эта похоть, тело уменьшится в достаточной степени, тогда вы можете обрести чувства духовные. Пока похоть захватила чувства, а не материальные. Когда похоть отступает, чувства становятся духовными. Вот и все. Тогда вы уже придете, обретаете духовное восприятие мира, себя, Бога и так далее. И позже уже формируется непосредственно тело. Духовное тело, вечное. Это вечное тело. Если в детстве закрылись высшие чакры, как их раскрыть? Да, да. Детство. Что такое детство? Детство означает, что у вас есть страх существования, скажем, да, или интерес. Ну, страх, главное, это страх. Вы под защитой родителей всегда находитесь. Детство, это называется детство. Это главная чакра, первая, это страх, линия страха. Но сексуальная энергия не раскрыта еще. Не раскрыта в детстве. Вот поэтому в детстве закладываются все вот эти высшие ценности. Возможно заложить. Пока не раскрыта вот эта сексуальная составляющая нашего тела. Потому что когда она уже пробудется, это будет очень сложно что-то вложить новое в человека. Поэтому детство важно. Если в детстве все-таки эти чакры были закрыты, да, наше вот это вот, как невинное существование, чистое, да, младенческое, так сказать, но мы не воспользовались этим. А сейчас уже эти чакры открыты, сексуальные вовсю. Как же нам восстановить? Мы хотим восстановить то, что мы не получили, да. От родителей, в школах, там не было этого ничего. Тогда мы должны принять на время обучения целебат. На время обучения. Я подчеркиваю, не на всю жизнь. Не каждому дано это. Если кому-то дано, слава Богу. Вот слава Богу, молиться на вас надо. Вы достигнете очень многих вещей. Если вы на самом деле способны на это. Но не все способны. Поэтому мы говорим, на время обучения. Пусть это будет месяц, пусть это будет полгода, сколько сможете. Но вот именно, когда вы соблюдаете целебат, вы сможете восстановить утраченное. Вернуться в детство. Потому что нужно воспринять, поймите, сердцем. Но если сердце уже занято вожделением, что с этим можно поделать? Тогда целебат. Поэтому в нашей практике, когда я начал изучать Бхагавадгид, у меня было 27 лет. Смотрите, я уже перешел границы многих вещей, и тоже были утрачены мои чакры. Многие, они оставались в форме только интереса и вопроса. Мне в этом повезло, что вопрос у меня оставался. Все-таки жил во мне вопрос. Этот, не умер еще. 27 лет я пришел. И чтобы мне восстановить вот эти вот чакры, сказать, получить духовное представление о жизни, мне сказали, принимай регулирующие принципы. Четыре. Тогда ты будешь читать Бхагавадгиду и понимать ее. Это отказ от мяса рыбы и яиц, от всех интоксикаций, от азарта и незаконного секса. Все, делай это. И вот тебе мантра, чтобы тебя не мучили эти мысли всевозможные о чувственных наслаждениях. Повторяй мантру по утрам. Я стал это делать. Так постепенно во мне стало что-то меняться к лучшему. Поэтому я рекомендую. Какими качествами должны обладать люди, которые могут создать духовное общество? Духовными качествами. Прежде всего, это качество должно быть доброты ко всем же существам, если мы об обществе говорим. Не идеализируйте люди с духовными наклонностями, когда собираются вместе. Они много беспокоит, переносит друг другу, пока не очищены. Очень много. Как раз самые большие беспокойства в близких отношениях будут с духовными людьми, там притирание идет. Поэтому самое важное это доброту иметь ко всем же существам. Даже те, кто неприятен, не в характере, что-то там, в поступках каких-то. Это нужно очень быть терпеливым человеком. Ну, и Господь Читань это выразил в третьей шлоке Шекшаштыки, эту формулу. Трината пи, сунья чина, трината это травинка. Так вот, будь в смирении травинки. Тару рапи, са ишнуна, и тару, дерево. И терпеливым, как дерево. Аманина, манадина. То есть не стремись к славе, к почестям, к имени какому-то. И не ожидая ничего взамен, да. Смирение, терпение, почтение ко всем, и ничего взамен. Не ожидая. Это наша формула, которую мы пытаемся освоить, живя вместе. И так и помогаем друг другу, потому что вот в этих отношениях мы работаем с собой. В духовном обществе каждый работает с собой прежде всего, а не над другими. Над другими работают духовные уже люди, которые имеют большой опыт. И это терпение достаточно качественно. Остальные должны как бы получить это руководство терпения, смирения и почтения. Чтобы не забывать об этом. Ах, не могу больше терпеть. Стой. Написано. Помнишь, что сказано, да? Давай еще раз поговорим об этой шлоке, о Господе Читании, о Кришне, о душе. Давай вспомним снова. Сейчас ты вот раздражен, сейчас у тебя воспаленный ум. Но ты просто сейчас потерял терпение. Но там написано, нужно терпеть. Нужно снова работать над собой, возвращаться к себе самому. И такое руководство, когда есть, тогда создается такое общество постепенно. Когда же все уже обтерлись, кто-то выдерживает эту притирку, так сказать, она тоже непростая может быть. Становятся подобны гальки, таким камешком, которые в руке очень приятны, знаете, такие люди становятся все. Они уже чувствуют друг друга, они понимают, как не беспокоить, они в высшем смысле этикет этот понимают. Умеют прощать, умеют любить, умеют обучать, давать наставления. Они мастера называются, эти люди. Вот такие мастера должны быть, чтобы создать духовное общество. А притирка будет, как в клинике, как в больнице. Все больные собираются, но все страдают еще. Они все там только потому, что там врачи. Врача не будет, все оттуда уйдут. Мастера не будет, люди не смогут это сделать. Да, овцы без пастыря, как Христос говорил, останутся. Как выглядит духовное счастье? Выглядит? О, кто же может это писать? Духовное счастье. Вы думаете, я могу вам описать такое духовное счастье? Ну, много можно, по-разному можно об этом говорить в разных ситуациях. Иногда оно выглядит, как удар молнии. Бабах! Вы даже не ожидали такого счастья, понимаете? Но мгновение. Иногда может так произойти с вами. Просто как удар молнии слепительный. Но этот удар молнии, он вышибает все ваши ложные представления. Такое тоже случается. Что экстаз может на вас не зайти вот в такой форме, внезапной форме. Бывает счастье в форме надежды и веры, когда вдруг в вашем сердце подселяется эта вера, и вы чувствуете такое счастье. Я бессмертная душа. И в форме веры проникает в сердце, и вы чувствуете себя просто, но невероятно счастливым человеком, удачливым. Что вы наконец вот это вот можете понять, да? Счастье. Это вера. Оно возрастает с каждым мгновением, не статично, оно настолько динамично, что оно углубляется с каждым мгновением. Это уже то счастье, которое на вершине. Там океаны безграничные, и все это называется счастье, в эти волны разнообразные. Поэтому я не смогу это писать как-то полностью, да и невозможно, наверное. Но вот что-то можно сказать. Мы можем понять, что в материальном мире Кришна рядом в форме сверхдушей, а в духовном мире, он же выиграв, оставляет родителей и идет пости коров, как Кришна остается с ними. А-а-а, Кришна, Кришна это верховная личность Бога. Он может сам лично без сверхдуши находиться в сердце своих преданных. Свердуша находится и в сердце непредных, и в сердце животных. Она беспристрастна, а Кришна любит своих преданных, он лично присутствует в их сердцах. Однажды Хануман спросил Господь Рамачандра в одном собрании. Хануман, покажи, как ты любишь меня. Что кто-то сомневался, кто-то считал просто его обезьяной, знаете. Ну форма такая жизнь, ваннер. Любили Господа Рама, а Ханумана вот не понимали еще. И Господь Рама не мог этого терпеть, он сказал при всех. Хануман, покажи, как ты меня любишь. Хануман сразу изменился, все увидели. Он вскочил, стал метаться по сторонам, не зная, что делать. И разорвал себе грудь в конце концов. И там все увидели ситую Раму. Михаил Бакула, правда ли, что если материалист будет хорошо думать о преданном, то сам будет прогрессировать? Смотря как будет думать о преданном. Если он будет думать с ненавистью, то это считается аппаратхой, это может навредить ему. Может навредить ему. Но в целом, да, если человек с материальными представлениями, так скажем, будет думать о преданных, размышлять как-то о них беспристрастно, конечно, будут прогрессировать. Если просто их будет проклинать, там, вредить, конечно, это другое. Если все предопределено, то что мы можем изменить? Себя. Только себя можем изменить. Поэтому наука самоопознания считается самой главной. Любовное преданное служение, это имеется в виду служение преданным? Мы бы сказали через преданных. Не забывайте о Боге, когда вы служите преданным. Это не рабство и не культ личности. Мы не должны просто служить духовному учителю, так сказать. Нет, вы должны служить Богу через духовного учителя. Потому что я еще учусь. Мы не служим никому, кроме Бога. И только Богу. А как методы, да, говорится, через служение преданным вы служите Богу. Через служение духовному учителю вы служите Богу. И так же Гуру вас непосредственно хочет свести с Богом. Он не должен быть заинтересован в последователях, которые служат именно Ему. Он должен это ваше служение передавать Богу. И вас именно привести к Богу. В этом его задача. Тогда это истинный Гуру. И так мы служим только Богу. Через преданных. Поэтому вот это не забывайте. Это ваше сознание должно быть такого понимания служения. Что значит из всех вкусов я вкус воды? Да я тоже размышлял одна об этом. Интересная тема. Почти целая лекция может получиться. Так вы можете осознать Кришну, имеется в виду. Вот на одном этом примере уже можно осознать Кришну. В этом мире. Вкус воды какой он? А какой вкус воды? Так вы его опишите. Там нет вкуса. И все же, говорит, вода сладкая. Чистая вода, да? Вкус чистоты. Так. Что за вкус такой чистоты? Не соленый, не горький, не кислый. А? Нет, мы говорим про вкус сейчас. Подожди. Про вкус говорим. Исключительно про вкус. Давайте вот эту сторону рассмотрим. Вкуса. Вкус. Шесть вкусов в Аюрведе описывается, да? Кислый, сладкий, горький, соленый, нейтральный и вязкий. Вяжущий. Ну и какой вкус воды? Значит, все вкусы. Смотрите. Вода выступает в роли фона для вкусов. Скорее всего. Фон для вкусов. Как бы Бога мы не видим, мы видим что? Мы видим предметы какие-то. Видим, а самого Бога не видно. Он говорит, вы говорите об этом, что жемчужина на нити. Вот ожерелье перед вами, жемчужное. Но вы же нити не видите. Так же и вода. Вы делаете суп на воде же. Вода же не мешает проявляться этим вкусом. Наоборот. Она проводник всех вкусов. Дает вам возможность почувствовать соленый вкус, горький вкус. Если у вас нет воды во рту, слюны, жидкости, вы не почувствуете вкуса. Она дает вам возможность почувствовать вкус. Вода может смешивать вкус и комбинировать. Делать разнообразие всего этого. На основе воды все делается. Это я вкус воды. Это часть размышлений на эту тему. Что значит любовь в разлуке, если это с Кришной? Любовь в разлуке? Ну да. Может сейчас отделены от него. Пхинна-пракрития. Материальное тело нас отделяет от Кришны. Отсюда будет чувство разлуки. Пока мы помещены в материнное тело, с самым чувством разлуку. В духовном мире это Лила объясняется по-другому. Там тоже есть встреча-разлука. Это, это, ну как бы механизм, не механизм, как сказать, развитие углубления любви. Встреча-разлука, встреча-разлука, чередуется, и так любовь углубляется. Встреча-разлука. За разлукой всегда будет встреча. За встречу новая разлука. Это личностное отношение с Богом. Когда вы находитесь в его мире, то это все Кришна. Но он еще, как личность, превосходит все и вся. Это какая-то вещь. Вы в Кришне сейчас. Даже материальная энергия, это его энергия. Но личность превосходит все и вся, поэтому чувствуйте разлуку. Евгений Викторович, как понять, кто твой гуру? Это сердце. Слушаете, наблюдаете, и потом в сердце получаете ответ. Если вы искренне, искреннюю душу не обманешь, найдете истинного гуру. Лена Немцова. Что значит освобождение и освобожденная душа? Освобождение от невежества, от похоти, от гнева, от жадности, от зависти. Освобождение. Освобождение от рождения и смерти. Также включается сюда. В целом, освобождение от всех страданий. Всех. Это освобожденная душа. Это душа, которая себя не отождествляет ни с чем материальным. Это освобожденная душа. То есть я не это тело, значит, я и не этот мир. Тело стоит из земли, просто в землю уходит. Скажите, пожалуйста, как открывать сердце и научиться доверять людям? Если есть страхи, что причине отходят? Не открывайте сердце тому, кому вы не доверяете полностью. Должны сначала развить настоящее доверие и любовь. Настоящее, возможно, доверие и любовь только на духовной платформе. На материальной платформе это невозможно, потому что материальная платформа основана на оханкаре, на ложном эго каждого человека. У каждого есть свой мотив, корыстный. У каждого живого существа в материальном мире есть своя оханкара. И у друзей ваших есть оханкары. И у детей, которые вырастут, потом растащат вашу собственность, есть оханкара, которые бросят вам вызов, может быть, друзья могут обмануть, жена может изменить. И все, все на свете, это все связано с оханкарой. Пока есть оханкара, нельзя доверять полностью никому. На духовной платформе можете доверять полностью, предаться можете этой душе. Она вам никогда не навредит. Поэтому предавайтесь Богу. Предавайтесь духовному учителю. Так шахты рекомендуют. Никому другому не предавайтесь. А сердце раскрывайте настолько, насколько человек понимает вас. Вы должны так же не быть глупцом, видеть это. Если вы по глупости раскрыли сердце, не тому, кому нужно, вы будете страдать за свои наивности, что это тоже ошибка. Набирайтесь опыта. Подскажите, пожалуйста, а как избавиться от оханкары? От оханкары? Через служение Богу. Оханкара — это энергия, которая нас побуждает занять место Бога в этом мире, чтобы мне служили, меня наслаждали, меня понимали. «Я господствующий, наслаждающийся» — это оханкара, концепция, да? «Я и мое», «Я и мое», «Я и мое». Но если я слуга Бога и все мое принадлежит Богу, в этой линии вы действуете и вы освобождаетесь постепенно от оханкары. Вопрос от Олега. Человек — это клеточка в теле Вселенной Кришны? Да, можно так сказать. Человек, как сказал один писатель, по-моему, человек-человек, он говорил о Вселенной и сказал, что во Вселенной, он сказал, все вокруг, да, все вокруг, за малым исключением, это другие люди. Так он себя определил. Что я ничто, а Вселенной за малым исключением. Это кругом другие люди. Мало исключений — это я. Да, такая клеточка. Каждое живое вещество, да, это составляющая Вселенной. Так. Анна Сафонова. Что значит материальный и духовный уровень? Как различить, на каком уровне я действую или кто-то? Ну, главный фактор определяющий, потому что материя — это тоже дух. Ну, это мы вещество, да, называем материей. Это скрытый дух его называют. То есть, изошло из духовного источника тоже все. И дух, и материя из одного источника исходят. Так, это абсолютно истина. Один источник. И материя — это скрытый дух, поэтому ее можно использовать и в духовном аспекте тоже. Если тело занять в преданном служении Богу, оно признается духовным. чувства, мысли все наши, речь, поступки, все. Облик святых также ему поклоняются, становится духовным образом. И пропадает пример железо, которое накаляется в огне. Оно железо, но приобретает качество огня, соприкасается с огнем. Поэтому, когда мы занимаем тело в духовной деятельности, оно одухотворяется, пока мы вот его держим в огне. И действует как огонь, как дух. Иисус там чудеса проявлял, такие вещи. В духовном теле вы можете делать то, что вы не можете делать в материальном теле. Это дух и материя. Разница в том, что дух — это знание, а материя — это невежество. Но если вы материю используете в знании, как вы строите храм, храм из чего? Из кирпича, из камня. И камень становится священным, считается. Мы были у стены плача в Иерусалиме. Когда-то был грандиозный храм, который построил царь Соломон. Но он был разрушен, этот невиданный, неслыханный, да, в Библии храм. Осталась только одна стена от него, стена плача, называется. Мы подходили к этой стене, и мы чувствовали, святость места. Камень? Нет, не просто камень, видите? Стоит вам услышать, и вы чувствуете, как все раскрывается. Материя может действовать, как дух. Сергей Цыконков, как через книги может проявиться духовная энергия? Когда вы читаете, что-то сложное. Когда вы читаете книгу, конечно, проявляется, если вы читаете книги, Иши Панишад, Бхага Вадгиту, то вы одухотворяетесь, через полчаса, минут сорок чтения, сорок минут чтения, хорошо, вы уже мыслите совершенно на другом уровне. То есть в огне вы держите как бы этот ум, в огне духовного знания ваш ум тоже приобретает качество огня. К вам приходят такие откровения в уме, такие мысли начинают приходить, вы сами удивляетесь. Вроде я же не был мудрецом. И вы вдруг становитесь мудрецом? Вопрос про миссию, который дает духовный учитель ученику. Как это происходит? Учитель прямо говорит, что делать надо? Или это в сердце ученика проявляется невербально через вдохновение? Иногда гуру говорит прямо ученику, что сделай это, потому что это необходимо сделать в служении. А иногда говорит, ищи себя, найди себя, познай себя. Вот тебе метод, ищи себя, познавай себя. И то и другое гуру может применять по усмотрению. Не ждите, что гуру укажет вам вашу профессию, допустим, где вы заработаете много денег. Не ждите, что он покажет вашу жену, с которой вы будете счастливы безмерно, что он сам должен это делать. Иногда он может дать такой совет, да. Но чаще всего, важнее всего, гуру скажет, ищи себя, познай себя, вот тебе метод. И даст руководство, как пользоваться этим методом. И вы постепенно обнаружите себя. еще вопрос о освещении пищи. Я готовлю пищу, предлагая Богу с мантрами, но внутри не появляется сильное ощущение, о которых вы рассказывали, когда я ее принимаю. А вы хотите ощущений, ради ощущений? Нет, у всех это по-разному, индивидуально. Это вот у меня так было. Это мой опыт всего лишь на всего. У вас будет другой опыт. У вас опыт, видите, какой? У вас опыт, что вы готовите, хотите так же получить такие же ощущения, не получаете, и спрашиваете, видите, какой у вас опыт. И через ответы получаете какое-то представление. У вас другой опыт. Манзура Муминова. Скажите, пожалуйста, Святой Дух в христианстве это энергия Кришны? Если человек молится на неизвестных языках, эти от Бога? Все, от этого от Бога, да? Святой Дух, да? Браман есть такое понятие. Святой Дух, персональная духовная энергия, Святой Дух, это одинаковые понятия по значению с Браманом. Языки, если перевести все языки на один язык, все, никаких противоречий не увидите. Хорошо, спасибо. Спасибо.